До начала 90-х он успел сменить профессии таксиста, шлифовщика, кузнеца, слесаря, а сейчас известен как российский блогер, писатель, публицист, переводчик. В Самарском университете имени Королева со студентами встретился Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин». Подробности встречи в программе «События» на телеканале «Самары ГИС». Самарская вертолетка вошла в десятку мест, куда можно пойти с любимым человеком. Рейтинг составил сервис для путешествий. Вертолетная площадка, расположенная в Красноглинском районе Самары, является одним из любимых мест у самарцев. С нее открывается вид на Волгу и Жигулевские горы. В 2021 году вертолетную площадку реконструировали. Самарцам рассказали, как не лишиться аккаунта в соцсетях. В региональном министерстве цифрового развития рассказали, что один из способов кражи учетных данных – фишинг. Злоумышленники пытаются получить данные пользователей под видом известной организации, банка или других структур. В 2023 году в России выявили 144 тысячи фишинговых сайтов. Эксперты рекомендуют устанавливать сложные пароли из 10 символов и призывают не переходить по подозрительным ссылкам. В Самаре более половины работающих жителей хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Кроме того, все больше работающих самарцев говорят о необходимости гибридного графика работы. Каждый третий опрошенный хотел бы работать частично удаленно. Исследование трендов на рынке труда по Волжье провела рекрутерская компания. При этом только 4% опрошенных работодателей рассматривают возможность сократить рабочий день сотрудникам, и 4% компаний обдумывают переход на четырехдневку. В Самарской области, по данным синоптиков, сегодня до конца дня сохранится туман с ухудшением видимости 500 метров и менее. Из-за погодных условий объявили желтый уровень опасности. В то же время в регионе отменили временное ограничение движения на участках федеральных трасс для автобусов и маршрутных транспортных средств, а также для большегрузов. Банк России в течение прошлого года на рынке ценных бумаг выявил почти 6 тысяч финансовых пирамид и нелегальных компаний. Это на 15,5% больше, чем годом ранее. Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через интернет. Для лучшего сохранения витамина D яйца нужно хранить при комнатной температуре, поэтому для восполнения нутриента лучше не убирать продукт в холодильник, это выяснили зарубежные ученые. Что касается способа приготовления, то яйца для сохранения витамина D лучше отваривать или подавать в виде омлета. Витамин D помогает сохранить здоровье костей, зубов, мышц, а также важен для укрепления иммунитета. Продолжение следует...